Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Вода трубу точит. Полгода жители дома на Черемшанской расхлебывают последствия аварии. Почему ресурсоснабжающая компания бездействует? Коммунальный хэппи-энд, Сталинку с которой падали балконы, капитально отремонтировали. Былинные герои, как альтернатива персонажам из голливудских блокбастеров, самарских школьников, приобщают к русским народным традициям. Приказали долго ждать. Уже полгода жители дома на Черемшанской страдают из-за коммунальной аварии. Недавно здесь поменяли теплотрассу, но сейчас новые трубы полностью оказались в воде и потому гниют. Подрядчик, несмотря на это, свою работу завершает, а ресурсоснабжающая компания не торопится искать причину протечки. Жителям приходится чуть ли не круглые сутки дежурить около котлована и добиваться решения проблемы. Правда, после того, как наша телекомпания заинтересовалась ситуацией, дело сдвинулось с мертвой точки. Валерия Макарова тому свидетель. Уже несколько дней жители обороняют этот котлован от рабочих. Он для них не иначе последний бастион. Внизу новые трубы теплотрассы, которые поменяли совсем недавно. Сейчас их залила вода, которой здесь быть не должно. У подрядчиков горят сроки, их работа выполнена и котлован нужно зарывать. Однако жители категорически против, технику и близко не подпускают. То есть то, что они новые сейчас заменили, они же будут гнить, они сейчас закроют. А вода-то будет так и поступать в эти трубы. Что толку-то? Они сейчас нам опять закроют, эта проблема не решена. Проблемы на Черемшанской 147 начались еще в мае, когда здесь стали менять теплосети. Все они оказались в воде и работы пришлось остановить на два месяца. Вызывали водоканал. Водоканал списывал на грунтовые воды. Но в итоге, когда уже раскопали дальше трассу, нашли утечку. Водоканал согласился, что это их спустя два месяца и устранили. В итоге мы за месяц-полтора смонтировали трассу. Но вот сейчас, подходя к дому, опять появилась холодная вода, которая откуда-то поступает и по лоткам течет в подвал жилого дома. После осмотра подвала мастер дал неутешительное заключение. При входе водопровода из фундамента идет вода, прям струйкой течет. Это значит, где-то порыв на водопроводе. У вас такое уже было? Ну, бывало, да, здесь вызывали уже в том году. Заглянуть решили и в колодец, что рядом с трубами. Из него регулярно приходится откачивать воду. И сейчас в протечке жители винят именно его. Колодец полной воды. Они приезжают откачивают. И все. Там либо течет труба, либо там задвижка вышла из строя. Надо ее откачать, надо посмотреть, надо заменить. Либо задвижку, либо трубу поменять, либо заварить ее. Ничего не делается. Ничего. Откачали, уехали. Это все приезжает с мая месяца. С разъяснениями мы обратились в самарские коммунальные системы, кому и принадлежит колодец и водопровод. Там утверждают, что о проблеме жителей узнали только из нашего запроса. Напрямую к ним никто не обращался. Хотя и припоминают, что аварии в этом районе не редкость. Труба водоснабжения, она действительно в очень плохом состоянии. С высокой степенью износа. И периодически возникают проблемы. Это там трещины, утечки. Мы запланировали на будущий год все-таки найти возможность поменять ее. Этот участок трубы переложить. На Черемшанскую специалисты СКС выехали на следующий день после того, как там побывала наша съемочная группа. Причиной протечки действительно оказался тот колодец, на который сразу указали жители. За его ремонт возьмутся уже в ближайшие дни. Мы, в свою очередь, тоже продолжим следить за судьбой дома. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. А вот еще одна коммунальная история, за которой следит сам Аргиз, оказалось счастливое продолжение. Сталинку на проспекте Металлургов, с фасада которой весной рухнул балкон, теперь не узнать. Капитальный ремонт дом уже подходит к концу. Хотя изначально он планировался не раньше, чем через пять лет. Не было счастья да несчастье помогло. Репортаж Олеси Корецкой. Дом номер 12 по проспекту Металлургов получил печальную известность весной этого года. Тогда с четвертого этажа рухнул балкон прямо на тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал. Но остальные балконы находились в таком состоянии, что грозились последовать за своим собратом. Опасность нового обрушения объединила жильцов. Они обратились в районную и городскую администрации, областное правительство с просьбой провести капитальный ремонт фасада. В региональной программе данного дома вообще не было. То есть именно их настойчивое предложение, наша поддержка в подготовке и оформлении ряд документов позволила восстановить данный дом рядом еще с соседних домом в программе регионального оператора Самарской области по капремонту. Изначально ремонт планировался на 21 год. Но усилиями жителей и властей работу удалось начать на пять лет раньше. Экспертиза показала, четыре балкона нужно демонтировать полностью, а затем восстановить. Еще десять отремонтировать и усилить. Кроме того, в порядок нужно было привести фасад. Были заново изготовлены вновь плиты, которые были аварийные, в районе четырех штук. И где было необходимо, было произведено усиление балкона. Перед началом самих работ собирали всех жильцов, проговорили с каждым, какие работы будут производиться, какие балконы будут затрагиваться, если они относились к ним. То есть понимание от жильцов было полное. В администрации района готовы помочь жителям, но и люди должны сделать шаг навстречу. Необходимо вовремя и в полном объеме делать взносы в фонд капитального ремонта. В первоначальном этапе, когда мы начали проводить работу, у них платежеспособность была очень низкая. Но они все-таки нашли себе возможности и довели процент платежей свыше 90, и поэтому и пошли к ним навстречу. В начале октября наш телеканал снимал начало работ, и вот теперь дом заметно преобразился. Закончить ремонт фасада подрядчик обещает меньше, чем через месяц. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других темах дня. Мужчину избившего врача больницы Минисимашко взяли под домашний арест. Напомним, инцидент произошел в ночь субботы на воскресенье 30 октября. В больницу поступила 28-летняя женщина с травмой ноги. Ее сопровождали пятеро мужчин, которые вели себя шумно. Врач приемного покоя Дмитрий Зарубин сделал им замечание, после чего молодые люди забросились на него и стали избивать. В результате чего доктор получил серьезную травму головы. Следствие по уголовному делу продолжается. В районе плотины Жигулевской ГЭС под поезд попала 44-летняя женщина. По предварительным данным, она повредила позвоночник, а также получила черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей необходимую помощь, после чего увезли в ближайшую больницу. Пассажирская навигация на Волге сворачивается 14 ноября. В этот день закрывается направление Самары-Ширяева. Начиная с этого же дня изменится и расписание на маршруте «Самара-Рождественная». Теплоходы будут курсировать между городом и правым берегом Волги 10 раз в день. При этом рейсы в 8.15 и 16.00 будут заходить на проран. В Самаре проект нового речного вокзала разработают за 27 миллионов рублей. Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика для разработки проекта. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Новый речной вокзал предполагается разместить в границах существующей застройки причала улиц Комсомольской и Максима Горького. Это будет двухэтажное здание площадью в 4000 квадратных метров с залом ожидания, зоной контроля безопасности, камерами хранения, вип-комнатами с выходом к причалам. В Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки «Артмост. Впечатление от лета». На ней представят 40 работ самых знаменитых современных импрессионистов России. Бата Дугаржапова из Москвы. Его картины постоянно экспонируются в галереях России, Франции, США и Англии. Александр Атрошко из Сочи. Его живопись находится во многих частных и государственных коллекциях, в том числе в сочинской резиденции президента России. И Олега Тиняева из Санкт-Петербурга. Молодой человек постоянно участвует в международных выставках в Лондоне и Пекине. Куйбышев «Война память». Под таким названием прошла встреча молодежи и ветераны Великой Отечественной войны. И поговорили о событиях давно минувших, но незабытых лет. Тем более одни жили в те времена, а другие, к счастью, изучали войну только по книжкам. О непридуманных историях репортаж Сергея Кизоркина. Сама разбомбить враги хотели. Но против воздушный батальон все делал, чтобы враги не прилетели через зенитный огневой заслой. Четвероклассник Артемий Загорулько про Великую Отечественную войну знает из учебников истории. Что фашистская Германия нарушила мирный договор. И без объявления войны вероломно 22 июня 1941 года напала на Советский Союз. Как Куйбышев стал запасной столицей, как в тылу приближали победу, Артемий рассказал в стихотворении «Напаново-насадовой» в библиотеке на встрече ветеранов и молодежи. Куйбышев «Война память». Для меня это было бы слишком тяжело, потому что много было смертей. Если это посчитать, у нас там где-то 10 миллионов умерло, а США, наши союзники, у них мало там погиб людей. Я бы не хотела в это время жить. Мне бы хотелось в современной России жить. Николаю Михайловичу Чекашеву выбирать не приходилось. Когда началась Великая Отечественная война, он был ровесником Артемия Загорулько. Десятилетнему деревенскому мальчишке пришлось идти работать пастухом, а в 43-м на механический завод в Куйбышев. Я был маленький еще, небольшой, кувалда 8 килограмм, что я бьешь, бьешь, бьешь. Там работаешь, знаешь, сколько, с утра до вечера. Давали полкило хлеба на сутки. А он вот такой вот кусочек, как глина такой вот. Приду домой, отрежу ломать, к себе, а что-то еще хочет. И весь я угомоню, и до другого вечера. Мне сейчас снится все это. История запасной столицы собрана на выставке в музее Самара Космическая. Несколько лет назад сюда попал уникальный дневник воспоминаний времен Великой Отечественной войны. Рабочий завода имени Фрунза Филипп Разумцев уехал из Москвы, когда в Куйбышев эвакуировали оборонные предприятия. Он в деталях описывает, как они ковали победу за станками, как жили и как отдыхали. Музейные работники сфотографировали не только дневник Разумцева, но и письма с фронта, которые теперь стали экспонатами. Письма к детям и к семье, они совершенно другую окраску имеют, чем письма к отцу или к деду. Здесь очень яркий контраст между такой лакированной и сахарной частью. Ребята, у меня все хорошо, замечательно. А письма к отцу всегда содержат правду, горькую, горькую правду. Выставки, встречи с ветеранами в учебных и культурных заведениях города приурочены к знаменательной дате. 75 лет назад Куйбышев официально получил статус запасной столицы. На Среднюю Волгу приехали все дипломатические миссии, руководство коммунистической партии, правительство, оборонные заводы. Специально для лидера СССР Сталина был построен бункер. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Богатырь, а не Бэтмен, Василиса Прекрасная вместо Супергелл. В Центре возрождения семейных ценностей делают ставку на изучение народных традиций России. Подросткам показывают и рассказывают, что модному западному миру есть альтернатива и пытаются донести до них те принципы, которые помогут им в дальнейшей жизни. Марьяна Мирная о том, как с помощью игры современные дети узнают, чем жили их прадеды. Задача удержаться внутри круга. Казалось бы, просто игра, но эта старинная русская забава учила мальчиков ловкости и смекалки. Ваня Щенин к такому испытанию оказался пока не готов, но уверен, мастерство придет с опытом. Я думаю, что именно такие мероприятия могут во мне воспитать какого-то древнерусского парня, чтобы не сидеть дома и играть в видеоигры, а реально стрелять из лука, биться деревянными мечами, как у былых древнерусскими временами. У девочек иная задача – вдохновлять сильный пол на подвиге. В Центре возрождения семейных традиций уверены, обращаясь к прошлому, можно найти ответы на актуальные сегодня вопросы. Чтобы вырасти правильным человеком, нужно заглядывать в прошлое все чаще и чаще. Потому что сейчас под влиянием каких-то факторов, возможно, какой-то моды из других стран, каких-то мейнстримов, как это сейчас называется, общество портится. И современные молодые люди уже не те, что были, например, в 20 веке, в 19. Речь идет не только о русской культуре, но и о традициях других стран. Общего у народов гораздо больше, чем различного. Чем глубже мы смотрим, тем больше общего. И у русских, и у восточных, представьте, и у западных и так далее. В культуре любого народа, в традициях, да, женская кроткость, мягкость, умение выстраивать единство – это в девочках от природы, потому что нам нужно расти детей, воспитывать их. Праздники, посвященные возрождению традиций, дают школьникам знания об истории родной страны, которой не почерпнешь на обычных уроках. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Алмазные копии из университетской лаборатории. Самарские ученые разработали уникальную компьютерную программу. Заглянул в места не столь отдаленные. Зачем областной прокурор поехал в колонию в селе Спиридоновка? Ноябрьская оцепель добавила работы. Самарские коммунальщики взялись за очистку дождеприемников. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!